В Санкт-Петербурге находится один из крупнейших в мире художественных и культурно-исторических музеев «Эрмитаж». Там хранятся сотни экспонатов XVIII века. Это шедевры микромеханики и инженерной мысли того времени. Чтобы сегодня разработать такие механизмы, нужны коллективы проектировщиков, компьютеры, производственные мощности. В Европе увлечение этой автоматикой и механическими игрушками по истории длилось 200 лет. И почти одномоментно интерес к ним вдруг пропал. Во дворце китайского императора к XIX веку скопилось около 5000 подобных экспонатов. Тогда сколько же их было во всей Европе? Наверное, не меньше, как у нас сейчас сотовых телефонов. И что такое произошло, что пропала и традиция изготовления этих автоматов, и мини-роботов, и интерес к ним пропал. Историки говорят, что изобретение граммофона поставило крест на подобных игрушках. Но так ли это? Все-таки, может быть, была совсем иная причина. Ведь в наше время электроника в смартфонах только прогрессирует. Очень сомнительно, что вот так ни с того ни с сего во всем мире моментально к ним может пропасть интерес. Одним из шедевров, хранящихся в коллекции «Эрмитажа», являются часы Кулибина. Часы яичной формы, созданные Кулибином в 1767 году к приезду Екатерины II. Часы проигрывали каждый час пасхальные мелодии. В конце каждого часа миниатюрными статуэтками разыгрывались представления на библейские мотивы. Часы состоят из 427 мельчайших деталей. Да их восстановить реставраторы не могут до сих пор, так как не могут разгадать секрет их работы. Прочтя эту краткую информацию, подумайте, как простой самоучка мог сделать такой шедевр в микромеханике? Для современного инженера нужно знать множество дисциплин и иметь просто огромный опыт в материаловедении и принципах построения механизмов часов. Значит, была отличная школа даже в глубинке российской империи того времени. Может, в Европу ездил из немытой России, обучался. Часы 17-18 веков. Как можно было с такой точностью изготовить вручную симметричные шестерни и другие детали? Я как-то из серебряной пластины по размеченному шаблону вытачивал себе медальончик. В моем распоряжении был ручной лобзик, напильник и надфили, полировочная паста. Но высококлассного изделия так и не получилось. Ни хорошей геометрии, ни качества обработки металла я так и не добился. Ну, конечно, я не ювелир и не владею всеми их техниками. Но все ли часовщики того времени были такими ювелирами? Выточить миниатюрную шестерню – это же не камень в кольцо вставить. Если рассмотреть часы Кулибина и другие часы европейских мастеров того времени более внимательно, то можно понять, что детали изготовлены токарным способом, а не вручную. Хорошо, а что мы тогда знаем о токарных станках того времени? Оказывается, они были в большом разнообразии, и вот информация. Иллюстрация из книги 17 века. Это оружейные станки для изготовления стволов ружей на Тульском заводе. Их уровень никак не хуже станков 19 века. Именно на них и изготавливали такие шедевры, а не ручным инструментом, как сейчас пишут историки. Вот еще несколько фотографий станков, на которых изготавливали высокотехнологические детали 17-18 веков. Вот объявление на Авито о продаже станины станка начала 19 века. Видимо, на нем стоит дата. А вот это что за станки для производства часов? Но сами станки тоже изготовлены на станках и, вероятно, с использованием фрезерных принципов обработки металла. Узлы этих станков тоже произведение искусства и верх инженерной мысли и технологии той эпохи. И такое было повсеместно? То есть на этих примерах мы можем показать, что не все производилось вручную, как нам говорит официальная история. Ручная обработка точности для механизмов часов не даст, часы просто не будут работать. Еще интересны узлы трения в таких механизмах и чем же они смазывались? И таких вопросов много, но ответов на них с точки зрения технологии изготовления и материаловидения никто не дает. А вот настоящий шедевр искусства – часы павлин. Они были сделаны в 1770 году в Англии, предназначались в качестве подарка китайскому императору, но были подарены князю Потемкину для подарка Екатерине II. Часы доставили в разобранном состоянии и по дороге были потеряны некоторые детали. Их опять же восстановил и отремонтировал Кулибин, который уже находился в должности механика при Академии наук. Эти часы в рабочем состоянии до сих пор. Их заводят раз в неделю для поддержания работоспособного состояния. Каждые 15 минут звучит музыка и оживает фигурки трех птиц. Элементы механизма сделаны из серебра и позолоченной меди. Слева часы из Германии примерно 1550 года, справа 16 века британский музей. Тут мы видим, что тогда был уровень высокой инженерной мысли. Перед изготовлением нужно было рассчитать передаточное число механизма, чтобы оно точно передвигало стрелки в соответствии с длительностью суток. А для этого нужно было привлечь и астрономические наблюдения, либо привязываться к отчету других ранее изготовленных часов. Но это лишь настольные часы, в конце 16 века были и миниатюрные, вот примеры. Можно беспрестанно восхищаться инженерами того времени, или как их называют, просто часовых дел мастера. Тут мы видим современный процесс сборки и швейцарских механических часов. Перед сборкой все эти детали нужно изготовить с высочайшей точностью. Сейчас все расчеты делают в программе и детали изготавливаются на станках ЧПО. А как же это делали раньше? Тут мы видим современное изготовление шестеренок для больших часов на токарных станках. Скорее всего и раньше все это выглядело абсолютно так же. Пластины для шестеренок нужно было ровно напилить с прецизионной точностью. Справа станок Merklein Rose 1780 для создания полученных симметричных многолепестковых деталей. Слева токарный станок London 1838. Вероятно, именно на таких станках с этим принципом работы получали шестерни для часов, но никак не вручную. Можно с уверенностью сказать, что разнообразные станки были не только в начале 19 или 18 века, но и намного раньше. Об этом говорят и такие изделия, как шарманки, музыкальные шкатулки, часы, средневековые роботы, куклы-автоматоны. Инженерная мысль в них на высочайшем уровне. Для современного кустарного производства он недосягаем. Шедевр инженерной мысли и музыкальных способностей мастеров 18-19 веков – это шарманки и музыкальные шкатулки. Сейчас трудно вообразить, чтобы какой-то мастер совместил свои таланты в чем-то подобном. Может, те мастера и музыку свою для таких устройств писали. Но это автоматика 18 века ищет цветочки. Посмотрим на андроидов того времени, которые умели писать и играть на музыкальных инструментах. Официальная информация про эту куклу-робота гласит, была изготовлена в 1770 году швейцарским часовщиком Пьер Жаке Дро. Этот автоматон способен писать гусиным пером предложение длиной до 40 символов. Я люблю тебя, мой город, или Пьер Жаке Дро – мой изобретатель. Автор дал ему название «Каллиграф». Рост куклы-робота соответствует росту пятилетнего ребенка. Конструкция состоит из 6000 деталей, корпус состоит из дерева, голова – из фарфора. Кукла не просто пишет предложение, она еще макает гусиное перо в чернильницу, стряхивает его, поворачивает голову, якобы следя за этим процессом, и следит еще и глазами. Пьер Жаке Дро изготавливал куклу два года. Автор-конструктор также создавал часы с поющими птицами и фонтанами. Но у него еще есть два произведения инженерной мысли – куклы-рисовальщик и музыкантша. Музыкантша состоит из 2500 деталей, она сидела за маленьким, но настоящим клавесином и исполняла музыку, нажимая на клавиши. Умела исполнять пять композиций. Кукла даже дышала и также двигала глазами. Эта кукла умеет рисовать портрет Людовика XVI и изображение его собачки Туту. Все три куклы находятся в музее искусства и истории Невшотеля и до сих пор работают. И это лишь немногие дошедшие до нас изделия уникальных инженерных способностей мастеров того времени. Итак, кто же были эти Кулибин, Мастер Левша, Пьер Жаке Дро и другие гениальные инженеры того времени? Мы знаем, что во всех регионах есть архитекторы, которым приписывают все античные сооружения, несмотря на то, что они однотипны и требуют высокоразвитого централизованного производства, технологий и стандартизации. Отсюда мы можем заключить, что в средние века Кулибином, Пьер Жаке Дро и другими обозначили некую отрасль, занимающуюся микромеханикой, которая нам наглядно показывает уровень развития цивилизации тех веков. И это не значит, что до этого цивилизация была менее развитой. Опять же, многочисленные факты не дают нам повода так думать. Субтитры создавал DimaTorzok